Привет дорогие друзья, привет дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Поговорим о ТВ и Самвеле. Первое, что хочется отметить, стоит ему только зайти на планетную, начинаются вот эти какие-то игры с мамой. Непонятные, понимая, что человек не слышит, что ты пришел, а по факту мама не любитель одевать слуховой аппарат, и вот реально, ну видно, не дочувает слегонца. Но вопрос даже не в этом. Бегает из угла в угол, метается, прячется от нее. И не соображает, что в один прекрасный момент можно доиграться, что и сердце от испуга станет. Но ТВ молодец, она, вы знаете, закаленная такая, ее, по-моему, ничем не испугаешь по факту. А если применять к нормальному человеку, ни один адекватный здравомыслящий человек не подойдет к пожилой маме в возрасте, да, с вот такими приколами и причудами, типа из-под тяжка, из-за угла. Ну заходишь, знаешь, что не слышишь, скажи громко, мама, я пришел. Но вы знаете, не знаю, насколько это правда, либо мама так играет, но, по крайней мере, спит на камеру, она очень натуральна и естественна. И сразу первая мысль, вот мама, походу, не из робкого десятка. Такая, если ее с просонью разбудить, еще и отпор даст, палку схватит и по хребту. Вот об этом я и говорю, что можно доиграться. Либо у мамы сердце станет, либо Сева по хребту получит. Ну и поведение, конечно, ТВ меня удивило. Ребята, вы знаете, вот чувствуют, когда себя виноватой, сразу глазки в пол, ласкательно виноватый тон. И такая хорошая, что страшно. Сразу первая мысль, затишье перед бурей. Вот выдаст скоро мама на гора, всем все, что думает. Ну и опять-таки, ТВ контролирует каждое видео СМВЛ. Весь Киев она пересмотрела. Еще бы, нужно же все-таки контролировать расходы и приходы. Как это так, Кока ходит и шопится по Киеву. Ну и начались вот эти моменты. Мама явно грешит на судьбу, перегибает. Я уже бедняжка, прям в кролика превратилась, одну зелень жевать. Да, сейчас бы, ребята, по факту, она бы душу отвела. Вот представьте, какое для нее испытание. Есть бабло, можно есть вдоволь, все, что хочешь, пробовать, лакомиться. А нет, не судьба, привез ей микрогрин разный, привез ей спаржу, капусту. И будь добра, изображай радость, жуй молча, как кролик. Мама, конечно, абсолютно не в восторге. Ну и отдельно хочется отметить, Вика молодец, прогиб, засчитан. Выслужилась перед ТВ по полной, отсрочила свое время. Но все равно оно настанет, когда и тебя по полной отблагодарят, да и полностью вот так вот в ушат с говнецом макнут, как мама умеет. В лучшем ее жанре. И вот, кстати, стало интересно, а что она сытником в подарок передала? Вы знаете, ребят, как-то вот смотрю на это, на все, и не понимаю, какие-то ущербные люди, которым необходимо выслужиться, да, и передавать какие-то подарочки. Ладно, ты другу передал подарочек, причем его мама. Но здесь вот прогиб должен засчитать Самвелл и отметить для себя, как заботятся его типа друзья о маме. Я не знаю, какую цель Вика преследует в дружбе с Самвеллом, вот интересно дальше понаблюдать. Но как-то вот смотрю и улыбаюсь реально с этой парочки. Ну и далее, конечно, Самвелл всем продемонстрировал игрушку елочную, которую купил маме. И сразу же укорил вот это все в лучшем его жанре. Вроде и подарил, и тут же, да, вот так вот сразу бах, и сколько это стоит. Но маме он и подытожил 500 гривен игрушка, и тут мама решила переуточнить, так как не дослышала в долларах или в гривнах. И там даже Самвелл замер. То есть он представил игрушку, да, за 500 долларов, и маме сказал, что мама зажралась. Но по факту, ребята, то есть пожилой человек, но не дослышала. Хотя, может быть, и зажралась. Привыкла мама ни в чем себе не отказывать и никак себя не ограничивать. Ну а следующие шедевры я посмотрела, думала, как бедная мама оголодалась. Реально оголодала, ребята, пока не было севки, кормить было некому. Сырую спаржу, еще и грязную трамбует, и хоть бы хны. Хотя, я думаю, у нее желудок уже конкретно закаленный. Схватила, да, с этой связки и погнала трудиться. И, как сказала, ей очень вкусно и очень даже понравилось. Ну и далее, конечно же, Самвелл начал ей презентовать очередные виды капусты. Вы знаете, по-человечески я не представляю, как можно в одно горло столько капусты поедать. Но мама сразу не растерялась и говорит, бери и готовь. Красотка. Вот даже не подумала о том, что сын с дороги, устал, не спал, да, вымотанный, становись и готовь. А по факту просто разбаловал маму. А вот этим падением еще больше. Она уже привыкла вообще ничего не делать. И для этого вот нужно было все-таки отменить домработницу, для того, чтобы мама хоть какие-то физические действия, какую-то нагрузку имела, хоть что-то делала. А по факту целый день лежит. Она сама об этом говорит. Я целый день в кровати. Ютуб и до свидания. Больше ничего абсолютно нет. Ни погулять, ни воздухом подышать. Ничего не делает. И в этом, конечно, в первую очередь виноваты сами ее дети. Но сам Вэл не растерялся и начал маменьке жаловаться, как он устал, сколько времени за рулем. Интересно, на что он рассчитывал? На сострадание и сочувствие, что мамка приголубит и пожалеет? Нет, она не из того десятка. Приехал и сразу к плите. В первую очередь о себе любимой. Должны наготовить еды, чтобы она забила, отвлекла свою ротяку от чего-то вредного. Поэтому, да, ребята, на эти подобные моменты способна только ТВ. Согласитесь, даже не подумать, что твой ребенок мог устать. Ему может быть плохо, вымотан. Акклиматизация, в конце концов, что угодно. Приехал, значит, будь добр сразу к плите и начинай маме делать кулинарные шедевры. Ну и Сэмвел, когда ребята начал рассказывать, мама, многие люди не знают, какая спаржа на вкус. Люди этого не знают. Ну, конечно, Сэмвел, куда же людям до вас? Будь скромнее, и люди к тебе потянутся. Ребята, вы знаете, так вот как-то мерзко это звучит. Такое ощущение, что только он может себе позволить спаржу, и только вот семья Днепровская ее может употреблять в пище. Ну, как-то действительно глупо и по-дебильному это выглядело. И вот такое ощущение, что все нищеброды, один Сэмвел на каком-то определенном уровне и статусе, а спаржа это что-то такое, я не знаю, недосягаемое, стоящее безумных денег. Ну и далее Сэмвел, конечно, запретил маме пить успокоительные таблетки. Люди ему написали, что можно стать наркоманкой. Вы знаете, мне кажется, ТВ уже ничего не страшно. А возможно, если бы она на них присела, стало бы добрее, мир бы видела в розовых тонах, единорожки у нее там с радуги спускались. И было бы всем счастьем, мы бы видели не злобную старуху Шипокляк, а вот такую милую, приятную бабушку. Кстати, обратила внимание, для меня было очень странно, как Сэмвел и Кока не заехали к своим друзьям, к Любови Киев. Хотя блогер, она приезжала, их поздравляла, и почему-то ее в этот визит они проигнорили и в гости не поехали. Ну и далее, конечно, Сэмвел по стандартному сценарию начал драконить маму. Рассказал, что якобы ему кто-то написал, что видели маму возле АТБ жующие пирожки. И вот здесь Остапа понесло. Мама пришла в гнев и кричит, не раздражай меня ими. Ну и понеслось, что зрители пишут, что я с тобой как два дурака, самые конченные, а в Ставрополе тишина и блаш. И мне хочется спросить, а почему как? Хотя реально очень не хватает Эдику мамы. Вот для разбавления контента, вот этой пресной, я не знаю, жвачки бесконечной, ему мама была бы очень кстати. Хотя бы так пару трошничка загнать какой-то жизни, активности на этот канал все-таки не мешало бы добавить. Ну, лично как по мне. Поэтому, мне кажется, мама должна быть как переходящая, переходящее знамя какое-то. От Самвела к Эдику, от Эдика к Диане. И всем будет счастье. Семья блогерами насладится контентом с мамой все по полной. Ну и, конечно, ТВ сразу обложила женщину, которая рассказала за пирожки и написала, и сказала, пусть подавится пирожком забрыхню. Ребята, ну настолько мерзко, блин, ну вроде бы зрелый пожилой человек и вот такая какая-то постоянно гадость и смрад. Ну, даже если написали, может кто-то стебанул, может действительно видел, никто доподлинно не знает, правда это или нет. Но как можно говорить человеку, да, такие вот вещи, чтобы ты подавился этим же пирожком. Ну вот ужасно, просто ужасно, вот эти потоки извержения грязи и говна сорта пожилого человека. И, кстати, стало мне очень интересно, где же все-таки пропала Надя. Я так понимаю, в этом году ей не светит приехать. Мама, походу, скоро поставит елочку, начнет ее наряжать, и Наде спать будет негде. Поэтому, я думаю, все-таки в этом году Надю мы не увидим. Увидимся в следующем, а так как мама сказала, елка стоит до конца января, то в следующем, не раньше февраля, Надька в кадре появится, любимая мама, она подружка. Ну и напоследок, мама хотела облобзать Самвела, зацеловать его, сказала, иди сюда, я тебя подсюмаю, но Самвел категорично отказался. Он не уверен, здоров он после Киева или нет. Вот такой вот, ребята, был ролик, вот такой обзор, продолжение следует. А пока я со всеми прощаюсь, до новых встреч!